Продюсер это не посредник и не продавец. Это тот единственный человек, который участвует в создании фильма от начала и до конца. Именно он отбирает сценарий, приглашает режиссера и направляет его работу. Продюсер отбирает тех людей, которые будут работать над фильмом. И именно на его плечах лежит груз ответственности за успех картины. При этом деньги в кинематографе, по мнению Роднянского, далеко не главное. Я смотрю на человеческие истории. Я понимаю о том, что мы делаем кино только с одной простой целью. Мы делаем кино для того, чтобы заставить людей, сидящих в кинозале, пережить острое эмоциональное ощущение. Это эмоциональное приключение. Это острое переживание. Встречу с поклонниками, среди которых много начинающих и будущих киношников, продюсер провел в формате беседы. Каждый желающий мог задать ему волнующий вопрос. Что делать с готовым сценарием? Чтобы его заметили. Вот, спасибо. Я-то считаю, что лучший способ для молодых людей быть замеченными, это сделать короткий фильм. Снять короткометражку с оригинальной, свежей идеей. Загрузить ее в интернет, предложить на различные кинофестивали. Это лучший способ для талантливой молодежи заявить о себе. Как создать успешный региональный телеканал? Эксклюзивный совет Роднянский дал и Новой Одессе. Вы должны всегда смотреть внимательно на то, что было сделано в мире. Как вас зовут? Иван, а можно идти в контакте на втором улице? В мире. И был блистательный успех городского телевидения лет 30 назад в Торонто. Назывался Сити ТВ. И оно свободное, раскованное, радикальное, неожиданное. Люди не за столами. Вот, мне кажется, искать новые формы. А зачем делать? Потому что региональное телевидение, то же самое, что национальное, только меньше. В общем же, у успешных людей нет секретов. Главное четко осознавать свои цели и задачи, уметь заинтересовать аудиторию своим продуктом. Вадим Шпаченко, Сергей Самойлов. Новая Одесса.